Дорогие соотечественники, здравствуйте! Начнем нашу передачу, вспомним знаменитую притчу древнегреческого мудреца Платона, притчу о пещере. В одной пещере жили люди, до которых еле-еле доходил дневной свет, и все, что происходило там наверху, доходило до них только в виде неких теней. Это вот знаменитая пещера Платона. Смысл ее таков, что нам очень часто кажется, что то, что происходит в мире, все нас не касается, это все, мол, великая политика, геополитика, геоэкономика и так далее. А мы тут вот у нас должны, так сказать, без учета всего этого, без нашей четкой гражданской позиции по отношению не только к внутренним, но и ко внешним делам, разобраться в чем-либо и правильно поступать, очень и очень проблематично. Ну, посмотрим, что сейчас происходит. Заканчивается 2017 год. Нам говорят, что там какое-то оживление в Европах, в Америках, каких-то долей процента чего-то там растет, какой-то рост и так далее. Но мы прекрасно знаем, что дела обстоят совсем не так. Мы знаем, что растет и довольно прилично продолжает расти государственный долг США. Мы знаем, перед какими проблемами сейчас оказалась старушка Европа. Естественно, это вызывает эффект истерии, русофобии. А это, безусловно, тут же сказывается и на нас, на всех. Потому что не секрет, что две трети наших гастарбатеров работают в России. Основной рынок сбыта нашей продукции, нашей производящей экономики, опять же в России. И вот наша жизнь, и политическая, и социальная, и особенно экономическая, очень и очень зависит от всего этого происходящего в нашем мире теней, который не хочет никак упорно, не хочет ассоциировать себя с тем, что происходит в мире, так сказать, освещенном, где действуют крупные политические, экономические игроки. И вот для того, чтобы разобраться в этих экономических, казалось бы, очень приземленных проблемах, а на самом деле проблемах очень серьезных, которые касаются и нашей государственности, и нашей внутриполитической жизни, значит, для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили человека, у которого большой и теоретический, и практический опыт работы и в сфере экономики, а сейчас и в сфере политики. Я имею в виду депутата парламента нашей страны Владимира Головатюка. Спасибо. Что можно сказать, Владимир, насчет вот этих размышлений о мире теней, о пещере? Так ли вот это спрятаться в пещеру, как бы отгородиться, от всего, да, меня не касается? Или надо все время вот так смотреть, что делается наружу и что делается внутри? Вы знаете, Виктор, я когда слушал вас, как-то даже немного улетел, отдался вашим мыслям и понял, что насколько это правильно. И очень многие люди поймут, что это так. Мы видим тени, воспринимаем их только как тени. На самом деле это отражение чего-то другого, чего-то более реального, а может быть даже страшного. Но мы видим безобидные тени. Точно так же могут увидеть красивую обертку, красивый салофан, фаянс, все что угодно. А внутри может быть яд. Мы знаем из природы, какие красивые бывают цветы. И ядовитые растения. Люди имеют жало, то есть, ну, иголки. Ядовитые измерия раскрашены. Все правильно. Ну, это, скажем так, лирика, философия. Все намного более прозаично в нашей реальной действительности. Да, геополитика. Но вот моя специальность – политическая экономия. Это не политика в экономике. Это базовая экономическая наука. Вот так, ну, 30 секунд. Впервые слово «экономика» ввел Аристотель. Экономика – это наука, как вести хозяйство свое, домашнее хозяйство. Ойка. Хозяйство, номия, ведение. Впервые термин «политэкономия» возникло где-то в 1583-1886 году. Кстати, когда и первое упоминание о бричанах, моя, так сказать, родина. Вот так. Вот. Антуан Демон Кретен. Он написал трактат о политической экономии. То есть, политическая экономия – это наука о том, как вести хозяйство в рамках государства. То есть, здесь нет политики. Здесь экономика. Но в рамках государства. Помнишь, политическое животное знаменитое Аристотеля? Полис, политика. И поэтому в реальной действительности очень сложно отделить политику от экономики. И когда говорят, здесь нет политики, здесь нет геополитики, ну, смотря что понимать, под политикой и под геополитикой. Если баталии в парламенте, если там политики в области, ну, я не знаю, там гендерства или еще чего-то, то да, тут нет экономики. Но, хотя тоже на какой уровень спуститься или подняться. Очень сложно разделить политику и экономику. И порой я вспомню дедушку Ленина, который говорил, что политика не может не иметь первенства над экономикой. Особенно в переходный период. Политика может способствовать экономическому росту, когда она соответствует реалиям. И может навредить, когда она действует вразрез с потребностями экономического развития. Когда политики, как люди, ломают экономику через колено. Вот то, что происходит у нас за последние годы. И когда жиженый газ в два раза более дорогой, значит, вместо газа из трубы. Я имею в виду северный поток. Все просто. Никто же не упрекает, хотя есть и такие, в Соединенные Штаты Америки, в том, что она занимается геополитикой. Через колено экономика. Да, там чистая экономика. Она проталкивает, продвигает свои экономические интересы. А для этого нужно показать образ врага. Что, ребята, без вас, без меня вам будет очень сложно. Выберите меня. Ну, а то, что я буду поставлять вам жиженый газ, ну, это как бы само собой. Об этом даже не будем говорить. Это естественно. От кого вы будете покупать? От них? Боже упаси. Ведь у них танки. И так далее. Молдова – это наглядный пример, когда это происходит. Знаете, как люди порой рассуждают. Обидно не то, что у меня корова умерла, а то, что она у соседа не умерла. Вы понимаете? И вот эти образы мы проецируем, вернее, нам проецируют, как бы все очевидные. Вот это театр теней. Да, все правильно, все правильно. И нам показывают обертки. А что дальше? Что за стеной? Что за горизонтом? Что реально происходит? Многим людям ведь это неведомо. Они доверяют. Мы вас избрали, вы отвечаете. Вы несете ответственность перед нами. Они ждут от нас. А нам бьют по рукам. И говорят, что вот народ там чего-то так вот считает. Ну, очень много здесь... Фейковые новости сейчас в моде. Все правильно. И борются с ними как раз те, кто их производит. Целая индустрия. Сегодня была проведена партия социалистов пресс-конференция. И там были исполнительный секретарь партии Влад Батрынча и ваш покорный слуга. И мы говорили о том, что в какой-то тяжелой ситуации оказалось население Молдовы. То есть, неконтролируемый практически рост цен. Да, власть говорит, у вас там была 2% инфляция. Сейчас у нас 7% инфляции. Однозначная величина. То есть, все в принципе так. Не так страшно. И все списывают. Говорят, это, мол, рыночная экономика. Не, ну, бог с ним с рыночной экономикой. Когда она монополия, олигополия, к чему это приводит? Но упускают из внимания тот факт, что на наиболее такие продукты первой необходимости, жизненно важные продукты, цены увеличились на двузначные величины. Это только в этом году. А если взять с 2009 года, то рост кратный. Причем не просто там на какие-то предметы роскоши, на лук, чеснок, огурцы, помидоры, рост в 3-4, 4,5 раза. И в этой ситуации люди отказывают от себя в самом необходимом, чтобы, догадайтесь, с двух раз, чтобы оплатить коммунальные платежи. Ведь это, знаете, без этого нельзя. Нельзя отключить отопление, когда на улице минус 10. Нельзя не мыть овощи или там что-то, готовить пищу. Нельзя не готовить ужин, обед или еще чего-то. То есть платить надо. А здесь увеличивают тарифы. И вообще недопустимый является тот факт, что, например, цена на газ, об этом сегодня говорилось, цена на газ, который получает Молдова от Газпрома, снизилась с 400 долларов, вот в 2009 году, до 170. Это там на выходе. Сейчас, на входе в Молдову. А на входе сколько у нас сейчас? Я говорю, 174 доллара. Секундочку. А на потребителя? Вот я об этом и говорю, 174 доллара стоит кубометр газа. А население платит 364 Молдова газу. То есть более чем в два раза. Более чем в два раза. И в этой ситуации, ну, недопустимыми являются разговоры о повышении цены тарифа. Как? Его надо снижать минимум на 30 процентов. И то у них будет неплохая дельта. Международным законам по классике экономики говорят так, если цена на внешних рынках снижается, должна снижаться и на внутренних. А у нас что получается? Правильно. Заложена в этот контракт по газу формула перерасчета цены. Причем политический фактор, человеческий фактор сведен до минимума. Там есть формула. Мировые цены, динамика, тенденция. Куда идут? Это самое. Плюс-минус получается цена. 174. Так и снизили. У нас любят ругать контракт, который был подготовлен практически тогдашним вице-премьером молдавского правительства Зинаи Петровны Гречаной. В конце 2006 года, в 2007 он был в начале первых дней года, он был подписан. И вот как его ругали, господи, что это измена государственных интересов и так далее. Но был подписан этот контракт. И страна до сих пор, хотя его строк истек в 2011 году, власть его постоянно пролонгирует, продлевает. И вот недавно его опять продлили до конца 2019 года. И вот это снижение цены с 400 до 170, это благодаря этому контракту. Но ведь тогда стояла дилемма. Вот опять же, мало кто знает. Людей пугают. Вот эти тени. Тени. Все. Враги. А то, что тогда, в 2006 году, Молдова была на пороге перехода сразу к 400-долларовой цене. Ведь так стоял вопрос. Мы должны перейти по цене на газ на среднеевропейский уровень. А он был именно таким тогда. Да, 400 долларов. И нам удалось, и команде Зинаида Петровны удалось уговорить, убедить Газпром и российских партнеров, что давайте мы последовательно за 4 года. Работал, работал тогда в этой... Да, тогда мы работали в команде. И был причастным. И поэтому говоришь не по каким-то, говоришь, как очевидец. Это все на глазах проходило, конечно. И соучастник этих... Было очень жестко. Было очень жестко. Такие же жесткие переговоры были, кстати, с Международным валютным фондом. Никто не поменял. Международный валютный фонд не поменялся. Он каким был 20 лет назад, 10 лет назад, такой же он и сейчас. Но тогда он чувствовал позицию молдавского правительства. Не позу, позицию, аргументы. Я помню май 2008 года, когда приехала миссия Международного валютного фонда, внеочередная миссия. Они, как правило, приезжают каждый месяц. Но это были аргументы. Да, они требовали закрутить все гайки, требовали сократить расходы. Социальные программы. Никакого дефицита, только профицит по бюджету. То есть, понимаете, чтобы наши телезрители понимали, в бюджет приходит миллиард, а расходовать мы имеем право только 900 миллионов. Понимаете? То есть, профицит. Мы все отстояли. Были аргументы, были расчеты. Мы показали, что не волнуйтесь, у нас ситуация под контролем, все будет нормально. И меньше всего было политики. Как ни странно. В том-то и дело, что вы очень удачно начали нашу передачу вот с этой, ну не теории пещеры, но пещера Платона. Это очень классно. Понимаете, людей пугают тени. А вспомним опять же, близкая вам китайская культура. Людей пугают не сами вещи, а то представление, которое у них сложилось об этих вещах. Конечно. Понимаете, это очень важно. Вот там и показывают тень. Там плохо. А здесь классно, здесь хорошо. А что хорошо? Я напомню, в какой экономической ситуации находится страна. Не сколько мы производим там конкретных изделий. Мы практически, ну может быть еще есть одно государство, единственная страна постсоветского пространства, которая не восстановила объемы экономики 89-го года. Вы себе представляете? Мы где-то порядка 70% от того, что у нас было в 89-м году. В промышленности 60% сельского хозяйства. Скажем так, не в долларовом, а в реальном физическом. Это физический объем. Реальный объем инвестиций у нас по 16-му году, это 20%. В 5 раз меньше мы вкладываем в будущее экономики, чем в 89-м году. То есть проедание. Заработная плата реально ниже. Пенсия чуть ли не в 2 раза. Наши пенсионеры получают пенсию, на которую они могут купить определенный набор материалов. В 2 раза меньше, чем это было в 89-м году. Вот в этой ситуации нам сейчас нужно выбирать, что мы будем делать, чтобы это устранить. Никакой политики, никакой геополитики. Я опять же вспомню знаменитое выражение Энгельса, он говорил на могиле Маркса, что Маркс научно обосновал известный всем тезис, что прежде чем заниматься философией, культурой, наукой, политикой, люди должны есть, одеваться, пить. Крышу над головой нет. Конечно, то есть свои, как говорят, низменные такие потребности. Самые простые жизни. Это биология. Это биология. А потом уже будем заниматься политикой. Так вот, никакой политики. Нам нужно остановить сползание вниз. Я не буду говорить про Грецию и так далее, потому что некоторые говорят, дай бог нам жить как в Греции. Ну, не будем приводить Грецию. Мы будем говорить только о том, что у нас экономическая ситуация сложная. Что было, что есть, что будет. И что нужно, что было. Ведь вы поймите, граждане это все знают. Поэтому мы говорим те вещи, которые у них на слуху. У нас уже целый ряд лет сокращается потребление. Люди отказывают себе. Отказывают себе в дополнительном кусочке мяса, сыра, колбасы. Чтобы ребенку что-то купить. Чтобы где-то сэкономить и на другое направить то, что просто жизненно необходимо. На все уже не хватает. Надо выбирать. И когда нам говорят о геополитике, ребята, какая политика? Какая геополитика? Я всегда говорил о том, что вопрос между Востоком и Западом, это не это вопрос. Вопрос не политический. Вопрос не геополитический. Вопрос, какую экономику мы будем иметь? Какую экономику мы хотим иметь? Или какую нам втюхивают? Эти самые геополитики и геоэкономы. Конечно, конечно. Я говорил, может быть, где-то год назад, то, что не удалось Гитлеру, удалось Меркель. Вот что она сделала с Грецией. Вот кто ей? Там огромнейшие супермаркеты чьи? Немецкие. Окупация реальная. Да, без единого выстрела. Без танков. Без единого выстрела, без единого евро на военные расходы. Плюс долги. Все. И долги. А долги что это такое? Кому? Немцам. Играл. Что такое долги? Это веревочка. Хотим, простим. Хотим, пролонгируем. Хотим по 3%, хотим по 0,5%. В зависимости от того, как ты себя будешь вести, дорогие эллины. Понимаете, поэтому... Дорогие эллины, потомки великого Аристотеля и Платона. И Платона. Который предупреждал о теории теней, но вот не услышали. Поэтому Молдова нуждается в экономике производящей, которая производит. Ведь по-разному можно поддержать уровень благосостояния, поддержать уровень потребления. Ты мне дашь, я поем, скажу тебе спасибо. Ты говоришь, спасибо, спасибо, но ты запиши, ты мне должен. А второе, ты мне дашь мотыгу, плуг, удобрения, семена. И я буду производить. И я буду потреблять. И может быть тебе кое-что дам. Это совершенно разные модели. Подходят другие. Конечно. Первое, это... И когда говорят экономика на потреблении, это не совсем корректно. Это на разорение. Любая экономика, любая экономика... Она не производит, только потребляет. Но в одном случае потребление базируется, подпитывается внешними факторами, кредитами, грантами, гастарбайтерами. А в другом случае она за счет внутреннего производства. А производящая гнобится при этом. Конечно. А она не нужна. Зачем? Сильный человек, он всегда свободный. Он выбирает. Он говорит, не нравится, до свидания, я пойду направо. Был есть выбор. Конечно. Ну, выбор есть теоретически у всех. А практически? А практически, вспомним машину времени, 76-й год, песня «Каждый справа имеет право на то, что слева и то, что справа». Великолепно. Понимаете? Поэтому для того, чтобы быть убедительным в своих выборах, в своем выборе, для того, чтобы быть убедительным в защите своих интересов, нужно быть сильным. Нужно иметь сильную экономику. А сильная экономика, она базируется на базовых отраслях экономики. Я не понимаю, когда люди говорят, вы посмотрите уровень, долю услуг в экономике развитых стран. Да, уважаемые, там и 50, и 60. Но какой уровень у них производительности труда в материальных отраслях производства? И объемы такие производства. В сельском хозяйстве Франции трудится там 3, максимум 4 процента населения, они кормят всю Францию и еще экспортируют. Там производительность труда в сельском хозяйстве Франции в 40 раз выше, чем у нас. Конечно, она может иметь долю 3 процента, а у нас, имея долю 11-12 процентов, и мы страдаем, так сказать, продовольственной безопасностью. В принципе, под угрозой. Поэтому надо учитывать этот момент. И услуги услугам рознь. У нас же основная услуга – это торговля. А у них это инновации, это связь, коммуникации. Причем торговля – это только перераспределение, это не производство. Да, да, да. А нам говорят – это производство услуг. Ну, батенька. Поэтому мы, социалисты Республики Молдова, мы твердо убеждены, для того, чтобы Молдова просто, не просто выжила, чтобы она развивалась, нужно иметь сильную экономику, которая базируется на промышленности, на сельском хозяйстве, на материальных услугах, как то строительство, транспорт. Это базовое, да. Мы любим говорить, у Молдовы просто классное географическое положение. Отлично, что дальше? Давайте дальше идти. А как мы это используем? Конечно. А это те же транспортные хабы, ну, чтобы наши телезрители понимали, транспортные узлы. А для этого нужны дороги. А для этого нужно стимулировать, чтобы транспортники других государств не объезжали Молдову стороной, а чтобы они нормально проезжали. Чтобы они знали, что на трассах международного значения есть прекрасные мотели, есть нормальный сервис, где можно и отремонтировать, и подкачать. И что по прямой лучше, чем... Конечно, конечно. То есть надо завлекать, приглашать. То, с чего Китай начал лет 30 назад. Да, совершенно верно. Все правильно. И тогда были темпы роста, я помню, где-то 84-85 год, 11-12 процентов, темп просто экономики. Для того периода в мировом масштабе этого не было нигде. И очень давно уже. И заметь, им никто ничего не дарил, ни в долг не давал. Говорят, коммунистам ничего не дарил. Внутренние курории. Нет, 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 только за счет нормальной политики, которую они провели. Смотри, смотри, я... Извини, это очень... Как они сумели защитить, вот совместить вроде несовместимая политика открытости и очень жесткий подход к защите национальных интересов. Я тебе скажу, значит, работая в Китае вот эти 4 года, я там объездил, я не помню, где-то 50 городов, где-то из 40 провинций 25 как минимум. И меня всегда интересовал один вопрос. Народ, который голодал, у которых вместо приветствия были времена, говорили, вы поели сегодня? Страшное приветствие. Вот. И эти люди уже вот в те 2002-2006 годы, это уже тогда был невиданный рост, уже модернизация шла. И я пытался понять, в чем. И когда беседовал с коллегами иностранными послами, они говорят, да, в Китае все понятно, дешевая аэропсила. Я говорю, подождите, в Африке еще были дешевые аэропсила, что-то мы не видим там вот такого спорта. И разговаривая с китайцами, общаясь с ними, они люди как, если видят, ты их уважаешь, и ты искренне хочешь понять, они какой-то политикан, вертун. Они начинают открываться, как все нормальные люди. И они сказали, что мы, говорит, в Китае поняли, что необходимо опираться на наши древние традиции. Внимание, они не, как бы казалось, а при чем экономика, а еще как? Дело в том, что традиции дедов, там, отцов, дедов, бабушек, мамшек, ведь эта же традиция позволила этому народу 4 тысячи лет выживать. Катастрофы были, падения, и сейчас снова взлет. Почему? А они сказали, вот то, что сказал Дэн Сяопин, неважно, какого цвета кошка, важно, чтобы она ловила мышей. И вот это вкупе с тем, что они знали, что им никто не поможет, не придут, не дадут, а потом их завалили и инвестициями, завалили и рынками сбыта, и все это пошло. Потому что эти люди верили в свою духовную культуру, духовную традицию, любили и уважали своих исторических предков и работали так, как умеют работать только они. А когда нам говорят, да вот наши молдаване, бросают землю, бурьян растет, они уезжают, ребята из Китая тоже так же уезжали. Уезжали, был массовый исход. И вот когда к власти пришли новые люди с новым мышлением, которые сказали, не надо нам выдумывать, опираемся на предков, открываем форточки, становимся открытыми миру. Что надо, мы защищаем, протекционист, будь здоров, попробуй сунься на их рынок. Но с другой стороны, мы становимся открытыми миру, ориентируемся на мир. А нас что хотят? Зажать, зачебучить и направить дружными рядами непонятно куда. Понимаете, Виктор, у нас очень много... Вот это вот дух народа. Не то, что у нас очень много народа. Наша жизнь дает нам столько поводов, подтверждающих неправильное поведение людей. Я не политик, я экономист. Поэтому мне позволительно говорить о людях, потому что я в данном случае... Ну вот то, что произошло недавно, референдум. Я помню... Вы, кстати, с экономикой имеете самое прямое... Значит, более 30 лет назад, когда я оказался молодым человеком в 79-м году в Ленинградском университете, один известный далеко за пределами СССР профессор мне сказал, «Владимир, никогда не обращай внимания на то, кто говорит, коммунист, либерал, националист, никогда не обращай внимания, как говорят, тихо, громко, с матом, без мата, а всегда обращай внимание, что говорят». Вот это самое важное. Вот что произошло опять же на референдуме? Опять страшилки. То есть, да, никто не слышал, о чем говорили инициаторы этого референдума. Ведь там не было вообще никакой политики просто. Там не было никакой партии, политической силы, ничего. Мы исходили только из реальных потребностей города. Мы видели интересы людей, граждан, которым надоело все это. И это подтверждает все опросы. Ну, бог с ним, а с опросами. Это подтверждает. Выйдем на улицу, пойдем сплошняком спрашивать. Все против. А народ не вышел. Вы понимаете, опять тени. А ведь это тоже экономика. Среда, в которой ты живешь, это прежде всего должна быть обеспечена. Я все-таки говорю, что это тени. Здесь тени. Не, подожди. Но тот факт, что вот, ну сколько там, процентов 17, вот такой ядерный электорат вышел. А остальные как-то люди вот так себя повелели. Эй, Ласов, дай как-нибудь. Вот там, мол, поменяли Дарина там на кого-то. Ну и хорошие достаточно. Люди наши, и вот я обращаюсь сейчас к нашим дорогим соотечественникам, должны понимать, что надо вслушиваться в то, что происходит, всматриваться. И вот, как только что сказал Владимир, ни как это говорится, ни как это подается, ни кем, ни чем, а надо понимать. Люди добрые, и если ваш голос не будет услышан, если вы о нем в моменты такие реальные, когда вы можете высказать ваше мнение в таком солидном виде референдума и так далее, а вы, те, кто не пришли, что показали? Вы показали, дай Бог. И те люди, которые заменили одну фишку на доске, сняли и поставили другую, скажут, ну, ребята, так оно можно и дальше идти таким же способом, и все будет так, как и было. То есть вы никогда не вернетесь из этого круга, порочного и заколдованного, если не будете проявлять свою гражданскую активность и гражданскую позицию. Это главный ваш инструмент. Извини, Владимир, продолжим дальше. Нет, все правильно. Поэтому люди, я опять же не могу не вспомнить одно выражение, Мамин Сибиряк, был такой писатель, он говорил, что есть странные люди, которые роняют в темноте рубль, зажигают 10-рублевую купюру и ищут тот рубль. Вот я очень не хочу, чтобы наши люди, мои соотечественники, вели себя точно так же. Порой мы бежим за каким-то рублевым выигрышем. За ерундой какой-то. А теряем сотни. Очень важно. Вы понимаете? Помнишь тогда пачка риса? А сколько риса в эквиваленте потеряно? Все правильно, все правильно. Тут просто, опять же, мы все политические действия или действия политиков, мы должны оценивать, как это скажется на моем холодильнике, на моем личном благосостоянии, на жизни моих детей, моих близких, стариков. Вот это, люди этим дают оценку, этой политики. Любой, любой. Должны, так? Хорошо, должны, правильно. Должны. Не будущими какими-то дивидендами, а реально. Вот сегодня. Что? 8 лет. 8 лет это власть. И говорят, нет, мы сейчас другие. Нет, власть та же самая. Меняются премьеры, меняются министры, меняются директоры агентств и так далее. А власть та же самая. Ведь премьера вроде нету. И вот такое отношение рядовых граждан к референдуму, когда они реально могли какое-то оказать воздействие, а то что говорят? Ну, говорят, да вот народ как бы доволен. Самое тоже печальное или пикантное. А потом жалуемся, рост цен, жалуемся на реальную нашу экономическую жизнь. Вы знаете, Виктор, в пятницу перед референдумом я встречался с гражданами, с жителями одного пригорода. И достаточно интересный был разговор, и они сказали, да, мы понимаем, но все равно ничего не поменяется. Я говорю, отлично, так в ваших руках сейчас поменять. Вот докажите, что вы можете поменять. Вот выйдете. И впервые, впервые в истории Молдовы пройдет успешно референдум, и он закончится чем-то реальным, позитивным. Мы отправим в отставку примара, мэра города Кичнева. Это реально. Это в ваших руках. Да нет, мы это сам. Вот и все. И получается, кто выиграл. Речь не о том, что политические партии. Мы знаем одно. Проигравший народ. Проигравший жители. Хороший вопрос, кто проиграл. Жители. Жители. Когда пытаются преподнести это, что это поражение социалистов, да никак это не поражение социалистов. Наш электорат, вот наиболее, как вы сказали, ядерный, он вышел 100%. Сочувствующий 2-3 раза больше, это понятно. Да, все правильно. Мы понимаем, что это местные выборы, что это город Кишинев. Но эти наши люди, наши 110, 105, 115 тысяч, это железный наш электорат, вот он вышел. Но я говорю, еще умножь 2-3, сочувствующий. Все правильно, все правильно. Поэтому мы не проиграли, проиграли люди. Вот и все. А теперь такой вопрос, на мой взгляд, очень интересный. О роли правительства. Во всех странах, в том числе в просвещенной Европе, мы знаем, что функция министерств, ведомств, это не функция влезать в бизнес. Бизнес – это не их дело. Бизнес есть бизнес. Но создавать условия для того, чтобы этот бизнес имел мотивацию, а экономика, вот последние Нобелевские премии, почти все по вопросам мотивации. Это так. Потому что экономисты понимают, что мотив – это главное. Будешь ты производить – не будешь. Будешь покупать – не будешь. Сделаешь что-то или не сделаешь. Такой курс или другой. Так вот, что интересно. Вот эти министерства, их первейшая задача – создавать, а, условия для того, чтобы бизнес просветал и так далее, то есть, чтобы мотивация эта была. Б, приход инвестиций, потому что без инвестиций не движутся. Даже самые архи развитые экономики, вот как, допустим, Китая, они, при том, что у них этих, я не помню, где-то 4 триллиона, если не больше, американских долларов загажников, они все равно очень заинтересованы в инвестициях. Это понятно, это кровь экономики. Вот, и третье – думать о рынках сбыта. И вот наши, вот, допустим, если возьмем правительство, наши министры, у них головы этим загружены, и али как? Вы упустили один момент очень важный. Четвертый? Да. Обеспечить неизменность правил. Опа. Без этого и ни климат не будет, ни третье. Ни первое, ни второе, ни третье. Все? Понимаете? Согласен. Это очень важный момент. Неизменность правил, стабильность. Без этого никакой бизнес сюда не придет. Нельзя менять правила игры во время игры. Ни в политике, ни в экономике, ни в обычной жизни. Даже в улучшение не надо. Да. Не надо. Иногда, да. Никогда не надо стабильность. Все, неизменность правил. Ведь что значит изменение? Бизнес построил свои планы. Он сделал инвестиции, сделал расчеты. Он договорился о будущих поставках туда-то. И вдруг у него минус, ухудшение правил. А еще и задним числом. Ну да. Нередко. Бывает всякое в наших условиях. Поэтому я с вами абсолютно согласен. У нас это может быть за редким исключением каких-то точечных моментов. это не имеет места. Но здесь так работает весь мир. И работает уже, ну не сто лет, но, наверное, лет восемьдесят. Они больше отвечают за обеспечение условий. Ну, где вы видели, вот я всегда поражался. Значит, берут, вызывают на ковер чиновников, говорят, вот там-то. Ну, он же не производящий. Он же не производитель. Да никогда в жизни чиновник, за редчайшими исключениями, ничего путного никогда не сделает. Кроме одного. Если он создаст необходимые условия, и вот эти правила, которые так необходимы для развития. Все правильно. Они позвонили ему так, отменяется ЛИГОП, позвонили, вводится. Ведь что такое... Это же под контролем политических партий, все эти министерства и ведомства. Да, распределили. Ведь что такое правительство и его структуры? Это все-таки высший уровень органов управления. А что такое управление? Опять же, вспомню, капитал Маркса, там, первый том, десятая глава. Он дал определение. Управление, как процесс, обеспечивает согласование различных звеньев, различных элементов. То есть, он из многих делает единое. А это самое трудное. Вот это и есть. Вот то, что вы сказали. И первое, и второе, и третье. Это все вот это согласование, координация. Он не производит. Конечно. Менеджер сам ничего не производит. Его задача сделать так, чтобы машинка, производящая, работала. Вот отключи сегодня, вот сейчас, отключи одномоментно светофоры, регулирующие дорожное движение. Что произойдет? У нас и так бардак на улице. Вот этим должно заниматься правительство в экономике. Согласован. То есть, да, к сожалению, этого не делается. И я помню, как был телемост первый, 87-й год между Ленинградом тогдашним и Берлином или Бонном, сейчас неважно. И они говорили, что мы фактически воплощаем концепцию Маркса. Вот эти межотраслевые балансы. Вот этим должно заниматься правительство. Но оно должно не говорить, ты должен произвести столько-то тонн, столько-то штук и так далее. Нет. Правительство должно заниматься координацией. А чем это? Это налоговая политика, бюджетная политика, таможенная политика. Политика очень важна. Субсидирование. Политика госзакупа. Оно и есть политэкономия. Да, все это политэкономия. Все вот это. Межотраслевые какие-то взаимосвязи, сколько, чего и как. Все это нужно. Но у нас этим не занимаются. К сожалению. У нас все постфактум. Оп, исчезла угроза повышения цен на хлеб. А что, раньше этого не знали? Не знали, сколько у нас муки, не знали, сколько нам нужно хлеба? Почему заранее? Почему не спонсировать? Почему не делать госзакупки? Не объявлять тендеры? Причем не сейчас, когда пшеница уже есть, а заранее до. Мы объявляем, что государственная закупочная цена на зерно сорта такого-то, клейковина такая-то, будет на следующий год. Для того, чтобы сформировать государственные резервные фонды. Такая-то. Я вчера производил подсолнечник. Слушай, неплохая цена на пшеницу будет на следующий год. Я беру, покупаю семена и увеличиваю объемы производства зерновых. Для того, чтобы сдать государству. По контракту, фьючерсные сделки. То есть, вот этим должно заниматься государство. Конечно. Конечно. У нас все. Урожай собрали, смотрят. Слушай, а мало у нас. Давай все подчистую выгребать. Продоразверстка 18-20-е годы в Советской России. Понимаете? Поэтому я с вами абсолютно... Это сложно. Это сложно. Иногда смотришь на этих мальчиков и девочек, которые приходят в Министерство экономики... И по каким критериям их ставят? Большой вопрос. Они не только не знают, что такое... Не только не делают, но они не знают, что такое межотраслевые балансы. И как надо стимулировать или проводить... Я не говорю про разработку. Вообще, что такое стимулирующая политика? Как? Когда нет ничего, чистое поле, а там будет завод. А на заводе будут работать не приезжие чьи-то рабочие, а свои. Тут все очень просто. Мы определяем узкие места в экономике, которые... Дырка просто. Мы туда направляем ресурсы, закладываем в бюджете. Там нету специалистов. Мы заказ делает государство. Правительство делает заказ в системе образования. Подготовить не столько-то слесарей, стамеваров. Все на упреждение. Конечно, конечно. Людей нельзя под... Я знаю, когда инвесторы пришли сюда, нормальный, хороший, ну не машиностроительный бизнес, но серьезный бизнес. Им нужны были слесари, столевары, стокари. Нету ничего. Все разбежались, работают на рынке. Их заводят. Они не хотят. Они либо здесь, а в основном уже за границу уехали. У нас огромный дефицит рабочей силы. И вот здесь государство должно... Понимаете, как государство может стимулировать? Вот, в это, doing business. Или конкурентоспособность стран. Вот из доклада Международный валютный фонд, Мировой банк готовит ежегодные доклады. Там есть подготовка производственных площадок. То есть государство говорит, бизнес, приходи сюда. Да, вот тебе. А еще есть, действительно, давайте объявлять тендеры на иностранные инвестиции. Мы объявляем на весь мир. Через наши посольства, через сайты, через... И вот это, ее говернант, ну, электронное правительство. Нам нужны такие-то инвестиции в такую-то отрасль, под отрасль, под конкретное производство. Мы вам обещаем, будут созданы такие-то, такие-то условия. Вот, поехали. Инвестор приходит, всунул в розетку электрический кабель, машина закрутилась, все нормально. Это называется производственные площадки. Именно так китайцы и поступают. Да нет, так я знаю. По моему вот опыту, я всюду, видимо... Ну что, большое спасибо. Вот я попросил бы сейчас Владимир обратиться к нашим дорогим соотечественникам, телезрителям. Вот такое напутственное слово. Ну, наверное, уважаемые телезрители, вы уже поняли, лейтмотив этой передачи. Не надо доверять красоте слов, не надо доверять красоте обертки, а нужно постараться увидеть главное, что предлагают те или иные политические силы. И второе, когда вы выбираете своих людей, которым вы отдаете предпочтение, посмотрите на их, вот, как в банках говорят, кредитную историю. А что они сделали? А способны ли они выполнить то, о чем они говорят? Есть ли у них достижения в этом направлении? И тогда отдавайте свои предпочтения этим людям, которые наиболее достойны. Большое спасибо. Дорогие соотечественники, вот и подошла к концу наша передача. Начали мы с пещеры Платона, начали мы с мира теней и вышли на свет Божий. Оглянулись, немножко подослепли от яркого солнечного света. Но все это говорит нам об одном, что наша судьба куется только нами самими. Конечно, есть внешние факторы, геополитические факторы и все прочее. И все это надо учитывать. Но самое главное понять, что когда наступает момент, идти на референдум или идти на выборы, всегда надо выходить. Потому что дорогу оселит только идущий. И идущий не абы куда, а ведущий, куда он идет. Большое спасибо за внимание. Обнимаю вас, вечно любящий вас, Виктор Иванович Борщевич. Редактор субтитров А.Семкин